приветствую народ продолжение второй части про дробилку разобрал сцепление чтоб сюда сейчас убрать ремни и чтоб сюда поставить ремешок ремешок 725 850 ну короче оптимально вот 800 и в моем случае 3 ручей буду использовать под него когда дробилка будет сниматься шкивой этот можно так просто ложите все и он ничему не мешает получается надо изготовить крепление крепление пойдет отсюда вот сюда для этого чтобы не варить а все на болтах было просверлил сейчас два отверстия м8 сделаю закладную суда уголок уголку уже приварю какую-нибудь петлю или самодельную или отворот чинча подумаем короче бы она должна на шарнире двигаться за счет собственного веса будет идти натяжка ремня тебе чтобы она не крутилась приподнял ее и все ремень остановился с крючка сняли ну цепочку там неважно чего фиксацию в общем мы убираем и за счет собственного веса будет падать и крутиться если где-то будет ремень проскакивать можно сделать натяжку пружины еще это самый простой самый быстрый вариант что я придумал все делаем закладную делаем варим так приделал два уголка сверху уголок и покрашены потом зачистим закрепил болты к этому уголку сделал ответный уголок и на трактор где крепится перемычка для подшипника опорного под первичный вал к этому же отверстию закрепил уголок здесь отверстие сделал но пока не крепил чтобы можно было если что подвигать и вот этот уголок вот этой кромкой сейчас встанет вот здесь это я потом еще уголки и наварю усилители вот эти даже не разгибал уголок и там и здесь хотя пока примерка сейчас вот так поставлю и будем думать какое здесь крепление здесь я уже соосно себя выставил так вот этот уголок который будет крепиться сюда эти совместные здесь на стыке будет стоять петля видно как ремень по собственным весом вот две оси так вот получается за счет петли по собственным весом падает и ремень натягивается если что можно будет поставить какую-нибудь пружинку что дополнительно натягиваю потому что вот ось петли будет и ремень выше и он начинает натягивать вот так он будет крепиться торчит не сильно дальше мотоблока и трактора так что принципе все нормально загрузочная для веток и если надо вот сюда мешки есть хорошо продумано разжаты согнутые такие части мешки мешок можно так делать и вот такую скобу раз и мешок будет держаться если надо мешки щепу набирать удобно да чуть-чуть получается наклоненный но это ничего страшного это на работу это никак не влияет так что сейчас у меня петли никакой нет уже поздно на сегодня будем заканчивать завтра буду приделывать петлю и досверлю второе отверстие на нижнем уголочке попробуем ремень я так и не поставил пока и не надо проверим как он будет трактор сейчас уезжать надо ветки сюда принесу здесь же перемолим их петлю никакой не нашел просто с двух сторон пока прихватил соосность ремней я выставил скилов точнее принес две палки до этого я чуть-чуть попробовал сейчас он может будет играть чуть-чуть потому что жесткости у нас никакой нету вот так давайте попробуем так Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мы видели где-то 25-е щепа у нас получается вот такая. В принципе достойно, а щепа, когда мелкие веточки там помельче щепа, все, я бы сказал, очень достойно, все перерубает производительность. Обороты были не холостые, вот такой ход, где-то примерно на один сантиметр прибавлено. Общая, вот она. Это общая, а было на один сантиметр. Не закрепленно, болтается. Просто охота была по-быстренькому приделать, проверить, как перемалывает. В принципе, меня устраивает, я так скажу. Единственное, что надо закрепить хорошо, кстати, если сразу делать не откидывающую, а с ремнем, то заводится нормально. С ремнем, это то же самое, как заводить с неотключаемым МНШ. Не больше нагрузки идут. Ну, прям с удовольствием бы я его поставил на заднюю навеску. Ну, попробуем. Сейчас и здесь я вот попробовал. Напрямую от двигателя и попробуем потом от вала отбора мощности. Потому что удобно. Вот это у меня включает вон. Включил, выключил, включил, выключил. Здесь и по высоте можно играться. Ниже, выше, как удобнее. Ну, такой небольшой обзорчик. Чисто вам, мужики, показать, как рубит. Рубит хорошо. Вот это я не до конца сделал, потому что здесь, видите, загогулина. И загогулина, вот, она, видите, упирается уже. Все, ну, вот эти уже избавиться не проблема. Главное, что в ветке можно измельчить. Вот такой небольшой видосик, мужики. Все закрепил без петли, без ничего. Все отлично. Пока все устраивает. Все нормалек. Все, мужики, спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Следующий видос, может быть, сделаю, когда на ВОМ зацеплю. Но там надо будет повышающий шкивок, чтобы разогнать его до 2,5-3,5 тысяч оборотов. Тогда производительность будет побольше. Короче, хочется так, чтобы двигатель более-менее работал на холостых. Но там ветка измельчителя получал свои нужные обороты. Вот так, чем напрямую от двигателя гонять на 3 тысяч оборотов. Расход будет побольше. Ну, а там уже поиграемся с оборотами. Все, теперь точно пока. Всем удачи. Забыл сказать, уже попрощался и забыл сказать. Когда я вывешал на трактор, думал, все будет в районе колеса. Нет, кидает за границу колеса. Вот здесь про мешок я, наверное, уже показывал, да, что сюда можно цеплять мешок и вот так скобою цеплять. И тогда можно будет мешочек набирать. Так что, в принципе, кидает не под колесо, а за границу колеса. Также можно поставить или корыто, чтобы туда кидало. Вот этот моментик я забыл сказать. Все, теперь точно всем пока. Продолжение следует...